Если сказать, что предыдущие три года они не просто кровью попили и нервы помотали, так сильненько нас пошатнули, то вот второй год, прошлый год уже был положительный, с плюсом. И задел на этот год он уже тоже именно такого же позитивного плана. Семеноводство по этому году, объем семян был не слишком большой подготовлен по яровым культурам. Если по зиму был большой, но их не покупали, то по яровым наоборот был небольшой подготовлен объем. В прошлый год яровые все-таки пострадали от засухи, но разобрали почти все семена. То есть спрос на семена яровых в этом году был очень неплохой, мы так сказали, очень неплохой. На данный момент весенние полевые работы в самом разгаре. Зерновые заканчиваем. Сегодня последнее поле зашли, посев уже на первых полях прекрасные всходы. Если, как говорится, погода все над нами смилостивится, то все будет хорошо. Что касается севоборота, севоборот в этом году, ну в принципе он и каждый год у нас, он обширный. Порядка 17 культур ведем, более 50 сортов, то есть по разным культурам. Ну это в основном распространенные все азимы пшеницы. Азимы ввели раньше роз, сейчас на данный момент не ведем роз, но была до этого. Сейчас пшеница, это там 5 сортов. Саратовской селекции, ростовской селекции. То есть смотрим, чтобы даже самим в будущем двигаться, как сказать, в правильном направлении. По сортам разнообразие большое. В основном это вся саратовская селекция. Самое главное, это районированные, проверенные сорта. То есть которые стабильно дают. Да, бывают сорта пришлые, которые приходят к нам, допустим, смотрим. Да, бывают выскочки, которые там 1-2 года прекрасный урожай. Потом идет такой спад и провал. То есть можно год-два там приподняться, а потом упасть на колени и не встать больше никогда. Местные районированные сорта, чем они прекрасны? Тем, что они проверены многолетними исследованиями, проверены именно в нашей зоне. И ты смотришь, ты уже, как сказать, стабильно прогнозируешь свой, как сказать, финиш по итогу года. В НИИ Юго-Востока есть несколько направлений. Там есть лаборатория яровых мягких пшениц. Она ведет одно, как сказать, один пул сортов. Есть лаборатория генетики у Сибикеева, у него другой пул сортов. И эти сорта, да, они районированы и те, и те для Саратской области. Но в какой-то зоне идут лучше номерные. Там Саратовская, 68-я, Саратовская, 70-я, 73-я. А в какой-то другой зоне идут сорта более, да, из другой лаборатории, с другими генами. Это фаворит, воевода, Добрыня. И поэтому точно так же экспериментируя, смотря как они у нас показывают в полевом, мы уже рекомендуем другим хозяйствам, в какой зоне где лучше как будет подходить. По модернизации, конечно, планов громадье. Вот такие года, как прошедшие предыдущие три года, не считая прошлого, выбивают, конечно, из колеи очень сильно, тратится время. Ты прекрасно понимаешь, что это упущено, ты бы мог что-то там очень много сделать за это время. Но все равно именно должно быть в голове нацелено, что я хочу развиваться, я хочу модернизироваться, я хочу применять новые технологии. И да, мы стараемся сейчас, разработан наш план с командой вместе, какие позиции. На первый план мы, конечно, ставим модернизацию, именно которая с быстрой отдачей, то есть вложил деньги и быстро вернул их назад, и потом с заработком. Есть многие сейчас такие направления, которых раньше и близко не было, которые можно сейчас, вложив деньги вернуть в быстром, те же там сушилки, те же свои складские помещения, не используя элеваторы. Потому что сейчас они в основном в частных руках, и с кем-то можно договориться, с кем-то нельзя. А хранение продукции всегда приносит плюсы к твоему урожаю. Всегда. Да, бывают года, вот этот год не исключение, когда в уборку цена была выше, то есть не поднялась к весеннеполевым работам, продукция, которую ребята хранили на складах, не поднялась в цене. Но это за 10 лет, таких пару лет всего бывает. В основном это идет именно плюс заработок. Разумеется, техника. Разумеется, техника должна обновляться постоянно. Прицепное оборудование, широкозахватное. То есть, хотя вот говорят, я слышу из того же телевидения, говорят, что в сельском хозяйстве слишком низкая производительность труда. Да ну не может она быть низкой. Никак она не может быть низкой по сравнению с тем же Советским Союзом. Когда раньше было на ту же площадь, в несколько раз, в разы было больше техники, людей задействовано. А сейчас это обрабатывают намного более компактным коллективом и самое главное, что когда начинаешь общаться с механизаторами уже возрастными, они говорят, да мы не успевали, мы не пахали, мы не... То есть, было, тоже не успевали производить многие виды работ. И ты сейчас понимаешь, а сейчас делается все и успеваешь, и ну как, вот она производительность труда, вот она... То есть, сейчас все равно и орудия шагнули на порядок вперед, но и самая система немножко еще и поменялась, подходы к труду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На данный момент мы сейчас находимся на поле отделения номер 2, где посевным комплексом Grand Plain, который агрегатируется трактором Кейс Магнум 345, ведется посев пшеницы. Мне кажется, что за такими комплексами это будущее сельского хозяйства. Почему? Во-первых, это качество посева с нашими экстрементротическими селками сравнить. Во-вторых, обслуживание этого агрегата. Вот. И заделка семян. Благодаря этому комплексу, благодаря этому комплексу, мы завершаем посев ранних кольких. Из-за того, что капсул уже легкая, где 27 гектаров, где-то посели за 10 дней. Да, за 10 дней посели более 10 гектаров. Работа ведется быстро из-за того, что мы качественно подготовили и хорошо трепатировали. Технизатор очень серьезный потому, что то, что мы сейчас отработаем деньги, технику, и все будет хорошо. на данный момент мы находимся на поле озимой пшеницы саратской селекции жемчужины по Волжи. В принципе, состояние озимых по этому году все-таки мы оцениваем на четверочку, но по году, по состоянию зимнему, то есть расход сахаров на озимых в этом году был уже в декабре, пошел расход сахаров, и весенний запас при выходе на озимых запас сахара был минимальный за огромный период времени наблюдений. Были огромные переживания, если честно. Конечно, не хотелось бы портить севоборот, портить структуру, пересевать чем-то, но мы готовились к этому, но слава богу, саратовская селекция выдержала достойно, на выходе отошла, да, была какая-то минимальная просадка желтоватые вышли, отошла, и сейчас нельзя сказать, что на пятерку, но на твердую четверку, а зимой выглядит. На данный момент у нас по работам завершается сев, вот, сеем сейчас последнее поле яровую пшеницу мягкую, и завершается сев кукурузы, тоже уже идет к завершению, и приступаем к севу подсолнечника, ну, чуть попозже, где-то буквально в течение недели, ну, чуть больше 10 дней перейдем к севу поздних культур. Порядка 80% семян реализовано, сейчас очень неплохой задел есть по семенам азимых культур, вернее, как сказать, он еще не есть, он планируется, так как уже теперь можно судить о том, что урожай все равно будет получен, все поля и элита, и суперэлита, и первая репродукция, все сохранились, то есть мы уже знаем, что примерно какая будет номенклатура на реализацию уже буквально через пару месяцев, вот, будет обширный представлен список по семенам, будут, разумеется, опять же, размещена реклама, семена азимых будут представлены коррелизацией, мы считаем, что в достаточном объеме. Что касается коллектива трудового, то костяк сформированный, давнишний, очень такой, как сказать, помолодевший, сейчас много молодых специалистов в команде, и работа, как сказать, дается не том, что ты каждый день идешь как на войну, нет, она идет планово, размеренно, ты, как сказать, в удовольствие, то есть очень приятно работать, когда они молодые, но они грамотные, они понимают то, что хотят, ставят перед тобой задачи, ты перед ними, и все совместно мы их выполняем, коллектив очень, я говорю, в ОПХ работоспособный, грамотный, есть с чем сравнить, я думаю, что здесь так будет и всегда. Настроение хорошее, но опаздываем, сыровато было, и сейчас еще вот, сейчас торопимся, торопимся, чтобы все в срок посеять, чтобы что-то было. Коллектив у нас веселый, отличный, что еще можно сказать, работаем складчиво, друг друг помогаем, и главное, друг друг не обижаем. Весной, как всегда, работы много, стараемся успеть все посеять, чтобы было на что дальше жить. Мы верим, что у нас все получится, что после сева пойдут дожди. На данном поле производим предпосевную культивацию, после чего сюда зайдут пропашные агрегаты, которые будут проводить сев подсолнечника. на соседнем поле также производится предпосевная культивация, где тоже будет посажен подсолнечник. В ближайшие 3-4 дня мы закончим сев на этих полях. Еще на полях отделения производится сев кукурузы агрегатами в количестве 6 штук. Третий день ведем сев кукурузы. Идет нормально. Вот это поле будем заканчивать. Осталось, примерно на час. Поедем. Поле 210 гектар. Посеяли за 2 дня. поедем. Поехали на Редактор субтитров А.Семкин